Не помогла. Гранатомётчика, устроившего засаду на памятники воинам Великой Отечественной, сразу заметили. Местные жители оперативно вызвали полицию, ведь это не просто монумент. Рядом захоронение павших солдат. Военные, несколько человек, расположились около памятника, и один из них забрался на этот памятник на самый верх. В общем-то, возмущению горожан не было предела. В общем-то, возмущались и самими учениями, которые проходят в городской черте. Но уж когда на памятник забрался военный, это, конечно, выходит за рамки. В итоге полиция не стала наказывать солдата, нарушившего покой захоронения. Постановили, что его действия не были злонамеренными. Какую из 13 стран-участниц представлял военный, неизвестно. Но местные жители уверены, по-русски он не говорил. Но это вообще беспредел, да ещё и ко дню победы. Эти учения — провокация чистой воды. Стрельбы, гранаты в местах, где гуляют мамочки с колясками у школ. Мне непонятно, почему министр обороны дал разрешение на учения в городе. Почему не у него на даче? А это видео сделано уже в центре посёлка. Военные с нашивками эстонской армии расположились в сквере перед церковью. Солдаты в лесном камуфляже вооружены стрелковым оружием. И такая картина — в десятках километров от российской границы. В манёврах принимают участие почти 10 тысяч человек. Ситуация очень неприятная. Обещали учения только 7 мая в городе, а солдаты, на самом деле, уже с 4-го. Дочка с улицы прибежала и говорит, мама, у нас что, война? Руководство республики Эстония должно быть смелее. Оно должно сказать НАТО нет учениям в городе. Слушайте, это ненормально. В 2019 году, когда нету никакой опасности, я лично не верю в опасность со стороны России, проводить учения прямо в городе. Военные НАТО в городе Кехре. Мимо солдат, отдыхающих на лужайке, проезжают дети на велосипедах. Вот во дворе жилого дома отстреливаются пулемётчики. Семья с коляской куда-то спешит мимо вооружённых людей. По легенде, военные осуществляют условную оборону силами АЭ. Правда, кто и откуда нападает, не уточняется. Руководство НАТО приняло решение проводить весенний шторм именно на северо-востоке Эстонии, где живут преимущественно русские.